Долги которых нет, как жители дома выиграли суд у управляющей компанией? Как часто вы оплачиваете коммунальные платежи по квитанции, даже не обращая внимания на то, по каким именно пунктам платите? А сейчас мы расскажем про жительницу, которая обратила внимание и заметила, что у нее незаконно начисленный долг. Как она разобралась с проблемой, расскажет Полина Жданова. Представьте ситуацию. Вы живете в квартире и исправно платите коммунальные счета. Однако однажды вам приходит задолженность в размере тысяч девяти рублей. Но вы точно знаете, что вы ничего никому не должны, потому что у вас стоят индивидуальные приборы учета. Однако коллекторы совместно с управляющей компанией так не считают и пытаются выбить из вас очевидно несуществующий долг. С такой проблемой столкнулись три тысячи жителей Барнаула. И теперь они уже год пытаются через суд доказать, что никому ничего не должны. Странные долги за холодную воду выборочно приходят жителям домов от управляющей компании ДЭС-2. А это 73 многоэтажки. В основном долги у тех, кто установил индивидуальные приборы учета в 2012 году. При этом большинство собственников исправные плательщики. Мне выставляют определенную задолженность, говоря о том, что я не платил по тарифу. Но вы меня извините, как говорится, наши доблестные власти. Но суть-то в том, что какой тариф мне выставляли, за тот я и платил. Дело в том, что старые приборы учета изначально были настроены неправильно и считали воду по ошибочным нормативам. Сначала это никто не заметил, но год назад водоканал обнаружил большие убытки и выдвинул иск управляющей организации. ДЭС-2 проиграла. Теперь компания должна вернуть водоканалу разницу, накопленную за 7 лет. А это несколько десятков миллионов рублей. Управляющая организация, как профессиональный игрок на рынке, она должна четко трактовать нормы, которые необходимо применить прилагательно к каждой из ситуаций. И вот в данном случае нормы ими были применены не совсем верно. И из-за этого возникла такая большая разница по фонду, который находится у них в управлении. Управляющая компания решила проблему просто. Раскидала долги по собственникам квартир. Только жителям это не понравилось. Долги они решили не платить, а доказать свою непричастность к ним через суд. Первый иск по делу спустя несколько апелляций выигран в пользу собственницы. Принять по делу новое решение, которым признать незаконные действия ООД Сдваленского района по начислению Кузнецова и Сланы Борисовны в октябре 2018 года платы по услугам холодного снабжения в размере 2193,58 рубля и водоотведения в размере 1721 рубля. Я результатами суда удовлетворена, но я хочу, чтобы другие люди тоже, так сказать, вот смотря на меня, ну, я думаю, что сейчас автоматом будет эта задолженность списываться с других-то жильцов. Но одна победа в суде – только верхушка долгового айсберга. Теперь жители многоэтажек Ленинского района хотят объединиться для коллективных исков, чтобы их управляющая организация отвечала за свои ошибки сама, а не за счет других. Продолжим, опять же, о квитанциях. Часто в своей программе мы сталкиваемся с собственниками, которые даже не представляют, что значат те или иные пункты. Сейчас и поговорим об одном из них – ОДН. Что это такое? ОДН расшифровывается как «Общедомовые нужды». Это категория коммунальных расходов, в которые входит обслуживание общих территорий и коммуникаций дома. Обслуживание общего имущества дома может включать в себя расход различных видов ресурсов – электроэнергии, тепла, водоснабжения. Если обратиться к закону, то пункт 1-й 36-й статьи жилищного кодекса к имуществу общедомового использования относят помещения, которые не являются квартирами, служат для общего использования. Это межквартирные лестничные площадки и коридоры, лифты и лифтовые шахты, крыши и технические этажи дома, чердаки и подвалы, земельный участок, на котором расположен дом, включая клумбы, детскую площадку, парковку и так далее. Содержание таких территорий, а также все работы по их обслуживанию и входят в расчет ОДН. Например, если на территории дома посажены клумбы, для полива нужна вода, как и для уборки подъездов. В конце каждого месяца управляющая компания снимает показания общедомового счетчика, который зафиксировал, сколько всего воды было поставлено в дом. Полученные данные сверяются с показаниями индивидуальных приборов учета жильцов. Разница между показанием общедомового счетчика и суммой показаний квартирных счетчиков – это и есть цифра ОДН по воде, в которые входят те самые полив клумбы и мытье подъездов. Кто же должен платить за ОДН в многоквартирном доме? В соответствии с постановлением правительства номер 354, расход на общедомовые нужды оплачивается собственниками квартир. Оплата за ОДН происходит помимо квартирных коммунальных услуг и является отдельной категорией коммунального расхода. Поэтому на порядок оплаты ОДН не влияет, установлены ли в квартирах жильцов индивидуальные приборы учета, а также то, какая форма управления выбрана в многоквартирном доме. Кстати, собственники нежилых помещений, например, офисов или магазинов, расположенных в доме, тоже обязаны оплачивать ОДН. Как ОДН рассчитывают? Для расчета ОДН используются формулы и нормативы, утвержденные городскими и региональными властями. Однако есть общий принцип расчета, который зависит от нескольких факторов. Установлен ли общедомовой прибор учета в доме и установлены ли индивидуальные приборы учета в квартирах. ОДН рассчитывают и по общедомовым счетчикам, и без них. Во втором случае жильцы заплатят по нормативам, утвержденным городскими и краевыми властями, но с применением повышающих коэффициентов. Это в соответствии с постановлением правительства номер 354. ОДН может казаться простой темой и простым вопросом, но на деле этот пункт в квитанции может вызвать большие проблемы. В одном из следующих выпусков мы расскажем о том, как управляющие компании отвоевывают у поставщиков ресурсов деньги за некачественную поставку воды и тепла. Наша главная задача сделать дома и дворы лучше, но не всегда есть на это средства. О том, как заработать на общедомовом имуществе, расскажет наш эксперт. Немногие жители знают, но на самом деле, помимо того, что необходимо содержать свое имущество на нем, еще и можно зарабатывать, то есть зарабатывать на общедомовом имуществе. Давайте посмотрим, что такое дом. Дом состоит, то есть у нас и стен, крыши и земельного участка, которые есть вокруг дома. Данное общедомовое имущество возможно сдавать в аренду. То есть, например, провайдеры, которые находятся в вашем доме, пусть небольшую плату, но, например, 500 рублей в месяц, они могут вносить на лицевой счет дома, и на эти деньги уже, возможно, будут проводить какие-то дополнительные работы. 500 рублей в месяц – вроде небольшая сумма, но с каждого провайдера по 500, и за год натекает, в принципе, неплохая сумма. Для этого необходимо собственникам на общем собрании определить, конечно, лицо, которому будет предоставляться конкретный конструктивный элемент в аренду. То есть, это может быть стена, это может быть крыша, на которой установлена, например, вышка телефона. Это может быть даже определенная автопарковка или же предоставление погреба бабушке. Пусть это будет 50 рублей в месяц, не такие большие деньги, но все равно какая-то аренда. Я не пользуюсь общей домовой землей, но кто-то, кто пользуется, будет какую-то денежку вносить, и все это пойдет на благо всех. Поэтому людям необходимо в общем собрании, прежде всего, то есть, определив лицо, которым будет сдаваться, и конструктивный элемент, который будет сдаваться в аренду, определить сумму. И, естественно, расписать какие-то договорные условия. То есть, например, 50 рублей в месяц, если человек не платит, то на него какие-то будут последствия. Передать данный протокол на исполнение управляющей компанией, и уже после этого, в принципе, деньги будут поступать на дом. Субтитры создавал DimaTorzok А мы напоминаем, на интернет-портале Толка работает интерактивная карта коммунальных проблем города. Вы можете отправить нам заявку, и ваш сигнал появится на этой карте. Заходите на сайт толкnews.ru на вкладку «Телевидение» и нажимайте на значок «Рассказать о проблеме». Можно следить за статусом вашей геометки. Она будет менять цвет с красного, обозначающего сигнал коммунального бедствия, на «Желтый», когда коммунальный патруль принял в разработку эту тему, и до «Зеленого», если соответствующие службы эти проблемы решили, или «Черного», когда ситуация не изменилась. Если вам мешают жить коммунальные проблемы и никто не может помочь, обращайтесь к нам, попытаемся помочь мы. До встречи в следующий вторник.